Добрый день! В эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. В истории Азербайджана и итальянских отношений пишется еще одна страница. Итоги рабочего визита Элька Малиева в Италию стали доказательством повышения статуса межгосударственных связей до уровня стратегического партнерства. В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в Шушу отправилось 27 семей. Американские СМИ заявили, что США и Ирак достигли взаимопонимания относительно планов вывода коалиционных сил из страны. Они предусматривают выход военных до сентября 2025 года, а остальных до конца 2026 года. Аргентина обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Буэн-Ис-Айресе обвинили венесуэльского лидера в совершении преступлений против человечности. Накануне завершился рабочий визит президента Азербайджана Эльхама Алиева в Италию. Глава государства выступил на сессии под названием «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях» на международном форуме Чернобио на тему информации о мире, Европе и Италии. В рамках форума Эльхама Алиев коснулся вопросов энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией, российского и украинского конфликта и антиазербайджанских элементов ПАСЭ. Визит Эльхама Алиева в Италию по приглашению президента этой страны Серджио Маттарелло еще раз доказал, что Азербайджан является надежным партнером Италии на Южном Кавказе. На подробнее об официальном визите президента Азербайджана Эльхама Алиева в Италию поговорим с гостем. На прямой связи со студией директор информационного агентства «Репорт» Фуад Кусейн-Алиев. Фуад Марм, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Это уже третий визит президента Эльхама Алиева в Италию. Если говорить о ключевых моментах, которые отличают нынешние визиты от предыдущих, то какие моменты вы отметили в Фуад Мэн? На самом деле у нас с Италией изначально были достаточно на высоком уровне взаимоотношения. Все базировалось как на экономической составляющей, так и на политической. Италия одна из, на данный момент мы это еще более, скажем так, открыто увидели. Это одна из редких стран европейского объединения, которая, в принципе, поддерживала позицию Азербайджана за весь период существования нагонно-карабахского конфликта. И мы видели достаточно объективные отношения Италии к нам. И это в полной степени способствовало развитию экономических отношений. Как вы знаете, Италия является экономическим партнером Азербайджана, внешнеэкономическим партнером Азербайджана номер один. У нас самый большой торговый оборот с этой стороной. По итогам прошлого года он составил почти 16 миллиардов. По итогам прошедшего периода этого года эта цифра превышает 6 миллиардов. То есть все эти факторы как бы создают предпосылки для развития и очень тесного взаимосотрудничества в политической сфере. Кроме того, Италия является ключевым партнером в экспорте азербайджанского газа в Европу. Именно там конечная точка трансадриатического газопровода и в целом южного газового коридора, скажем так. Посредством этого маршрута Азербайджан поставляет газ в 10 стран Европы. И это уже имеет, скажем так, очень весомую роль на европейском энергетическом рынке. И с политической точки зрения, как я еще раз повторюсь, это все эти предпосылки развития взаимоотношений в экономической сфере создали предпосылки для политического взаимодействия на высоком уровне. В данном случае данный визит господина президента был связан, в том числе, с участием в очень весомом форуме Ченобио. И сделанные там заявления как раз-таки показали значимость как Италии, так и как Италии для развития связи Азербайджана с Европой, так и определили будущее направление азербайджанской, скажем так, внешней политики, о чем господин президент очень открыто рассказал с трибуны этого форума. Причем отвечал он достаточно на отдельные, конечно, даже, скажем так, каверзные какие-то вопросы, которые могут, скажем так, показаться каверзными, но очень открыто и очень доступно объяснил всей аудитории, какие проблемы Азербайджан имеет, например, с Европой или с отдельными странами. В дальнейшем, я думаю, что этот визит будет способствовать налаживанию отношений в большей степени в гуманитарной сфере. Как мы знаем, уже открыт и Азербайджанно-Итальянский университет, о чем тоже говорил Гармен президент. И даже до открытия этого университета немалое количество азербайджанских студентов обучалось в Италии, в итальянских университетах. И с улучшением отношений в этой сфере, открытием этого университета, их количество будет расти. Флод Борисович, ну, также вот во время визита появилось новое грань сотрудничества между Римом и Баку. Это, конечно же, климатическая повестка. И если говорить о перспективах развития сотрудничества Азербайджана и Италии в рамках КОП-29, который состоится в Азербайджане, то вот как две страны могут помочь друг другу в разрешении глобальных вопросов именно климатического формата? Италия, конечно же, как одна из ведущих, скажем, экономических и промышленных государств Европы, весьма заинтересована в экологической повестке и в решении вопросов экологии. Но при этом давайте отметим, что все-таки какой бы промышленный потенциал не имелся у Италии, она, конечно же, не является главным, скажем так, загрязняющим государством. Там есть значительно более крупные страны, которые на протяжении последнего столетия, по крайней мере, внесли весомый, в кавычках, весомый вклад в загрязнение окружающей среды. В их числе мы можем отметить там и Германию, и Францию, и Великобританию, Соединенные Штаты. В последние годы к ним присоединился, конечно же, и Китай. Но Италия не играла такой роли, поэтому я думаю, что и позиции Италии будут достаточно схожи с другими развивающимися государствами, которые заинтересованы в определении, во-первых, все-таки ответственности стран загрязнения окружающей среды и, соответственно, во вкладе этих государств в улучшение экологической среды на планете на предстоящие десятилетия. Поэтому я думаю, что Италия будет достаточно адекватна в этом вопросе и будет подходить именно с точки зрения защиты окружающей среды. Причем для Италии это еще и важно, еще и с той точки зрения, что Италия имеет очень большой туристический потенциал, и не только благодаря своему прошлому историческому наследию Римской империи и так далее, но и благодаря выгодному расположению на берегу морей, которые тоже являются зоной туризма, и для них это тоже очень важный вопрос. Также в рамках визита глава государства во время международного форума Черновья он, отвечая на вопросы, заявил, что не исключает возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Азербайджан как страна, которая пережила этот опыт буквально три года назад. Вот как она может помочь именно в разрешении этого конфликта, Владимир, как вы думаете? Ну, во-первых, Азербайджан вполне сейчас поддерживает, об этом очень открыто сказал господин президент Хамалиев, о том, что Азербайджан поддерживает сейчас очень хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Здесь может быть вариант как предоставление площадок. Тут, кстати, мы же видели до этого, как Баку использовался для переговоров между отдельными противоборствующими сторонами в мире. Там встреча с НАТО, с Генштабом России проводилась и так далее. Вот такого рода факторы были до сих пор. И вот как площадка. Во-вторых, Азербайджан все-таки, имея общее, скажем, историческое наследие вместе с Россией и Украиной, и еще раз повторю, имея хорошее взаимоотношение на высшем уровне даже с президентами этих стран, может оказывать, вот, скажем, способствовать именно вот переговорному формату и сближению на, скажем, не на прямой встрече, а в онлайн-формате, сближению позиций двух сторон. Кроме того, как вы знаете, сейчас обсуждается вопрос о поставках азербайджанского газа через территорию России и Украины в Европу. Так как существует угроза того, что с января 2025 года Россия перестанет прокачивать свой газ через территорию Украины. В принципе, это и Украина неоднократно заявляла о том, что она прекратит транзит российского газа в Европу. Но это создает огромные проблемы как для европейских стран, так и для газотранспортной системы Украины, потому что не имея конкретного заполнения трубопровода, скажем, физического заполнения трубопровода, эта система будет подвержена очень большим рискам и может разрушиться в короткие сроки, что потребует значительно больших инвестиций и вложений для возобновления ее деятельности. Поэтому здесь тоже, в принципе, как-то Азербайджан способствует тому, чтобы как и Европа не оставалась совсем без газа, так и украинская газотранспортная система как-то продолжала функционировать. Ну и, опять-таки, я думаю, что самым главным фактором, конечно же, является личное уважение и личный рейтинг господина президента, который может донести до двух противоборствующих сторон абсолютно объективную информацию и в какой-то степени в каких-то вопросах, то есть его рейтинг в мировом масштабе может пособствовать тому, что и не просто рейтинг, но и беспристрастность. Это самое важное. Беспристрастность, равное отношение к обеим сторонам может привести к тому, что они могут сесть за стол переговоров именно в Баку или посредством Баку. В ходе мероприятий, проведенных с 31 августа по 6 сентября, сотрудники полиции обнаружили и изъяли на территории города Ханкенди 11 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 11 гранат, 1 гранатомет, 3 запала, 4 штык-ножа, 200 магазинов для патронов, 9786 разнокалиберных патронов и другие боеприпасы. На территории же города Шуша был найден 1 автомат, а на территории Худжалинского района 18 снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. Тем временем культурная столица Азербайджана продолжает принимать своих исконных жителей. В рамках программы «Великое возвращение» сегодня в город Шуша отправились 27 семей, 91 человек. Они поселятся в жилом комплексе, состоящем из 23 домов и 450 квартир. Всего в городе с момента освобождения обосновались 763 человека. Город Шуша постепенно возвращается к жизни. Здесь строятся дома, реставрируются. Разрушены в период оккупации памятники истории и культуры и возвращаются уже бывшие вынужденные переселенцы. Сегодня в рамках реализации программы по великому возвращению на освобожденные территории в город отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в Шушу переселились 27 семей, что составляет 91 человек. «Мы возвращаемся в свой родной, отчий дом. Я очень счастлив и в то же время мне грустно, что спустя 33 года я отправляюсь на родину предков. Когда я покидал Шушу, мне было 6 лет. Возвращаюсь в Шушу вместе со своей семьёй. Да упокоит Аллах души наших героев. Спасибо президенту и всем героям войны, благодаря которым мы сегодня имеем шанс вернуться в Шушу». Вернувшиеся в свой край переселенцы ранее были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики. Из них 60 человек переселены из города Баку, 10 человек из Бординского района, 8 из города Сумгаид, 7 из Тертерского района, 6 человек из Общеронского района. Для их комфортного проживания государство построило жилой массив, состоящий из 23 домов. Он включает в себя 450 квартир. Из них 28 – однокомнатные, 195 – двухкомнатные, 193-комнатные, 34-комнатные и 7 – пятикомнатные. Уроженцы города с большим нетерпением ждали возвращения на малую родину. «Я возвращаюсь в Шушу и уже планирую там работать в качестве преподавателя в средней школе номер один. Я очень рада, что мы отправляемся в Шушу. Буду продолжать работать там, давать детям необходимое образование». «Мне 11 лет. Я учусь в шестом классе. Я испытываю большое чувство радости и гордости, что отправляюсь в Шушу, родину моих родителей. Мой отец много рассказывал мне об этом городе, о героях, которые сражались за освобождение Шуши. Я смотрела по фотографиям. Там для нас построили очень красивые дома». Шуша для Азербайджана – это нечто большее, чем просто город. Окупация этого древнего азербайджанского города отозвалась горем и болью в душе каждого. Окупанты разрушили более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры. Осквернили около 160 древних азербайджанских памятников. Долгожданное освобождение города Шуша решило исход Второй Карабахской войны. Не прошло и четырёх лет, как Азербайджан с нуля восстановил разрушенный армянами город. Сегодня город обеспечивается беспребойным электро- и водоснабжением. Здесь прокладываются новые дороги, открываются представительства, ряда госструктур, восстанавливаются исторические, архитектурные, культурные памятники. На открытии жилого комплекса 10 мая этого года президент Лихомалиев заявил, что для города Шуша начинается новая история. Этот город уже шестой, куда возвращаются бывшие переселенцы. Сегодня здесь обеспечено постоянное проживание 204 семей, 763 человек. До конца 2026 года в Шушу будут переселены 2000 семей. Жаля Гусейна Вараме из Миришли, Сибиси. Незбыточные мечты о Евросоюзе вынуждают Армению усиливать антироссийскую риторику. Официальные лица этой страны не перестают критиковать Россию. Премьер Пашинян порекомендовал высокопоставленным чиновникам России перечитать трехсторонние заявления от 2020 года. А депутаты армянского парламента призвали российского посла в Ереване следить за своими словами. Вспомнили и коротающего время в бакинском СИЗО Рубена Варданяна. Его карьера не сложилась тоже по вине Кремля, заявили в Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь раскритиковал заявления официальных лиц России. Правда, и в этот раз он не стал уточнять, кому именно адресованы его слова. На очередном заседании правительства Пашинян заявил, что один из высокопоставленных российских чиновников неправильно интерпретирует трехсторонние заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. По словам премьера, безопасность транспортных коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчеваном должна обеспечивать армянская сторона, а не силы погранвойск ФСБ России. «Это простой текст, общедоступный, его можно открыть и прочитать», произнес сухмыл Коняков Пашинян. При этом политик не стал упоминать, что в том самом заявлении черным по белому написано «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России». Антироссийскими высказываниями выделился и глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам европейской интеграции депутат Арман Гигаян. Он решил ответить на претензии российского посла в Ереване к деятельности миссии Евросоюза в стране. Ранее глава депведомства Сергей Копыркин обвинил европейских псевдонаблюдателей в сборе разведданных против Азербайджана, Ирана и России. У посла России в Армении определенно много неверной информации и представлений о миссии наблюдателей ЕС. Копыркин глубоко заблуждается. Не все иностранные представители в том или ином государстве занимаются сбором разведывательных данных. Армянский парламентарий не упустил возможности в очередной раз подтвердить европейские устремления страны. Игаян не исключил, что в скором времени в республике пройдет соответствующий референдум, но путь в ЕС, по его словам, будет нелегким. Референдум о членстве в Евросоюзе преждевременен. Но процесс европейской интеграции идет полным ходом. И на каком-то этапе естественно придет черед референдума. Невозможно пройти второй, не пройдя первый километр дороги. Если хочется пройти путь быстрее, нужно двигаться быстрее. Но невозможно пропустить какой-то участок дороги. ЕС состоит из разных институтов. Например, Европарламент выступает за интеграцию, как и Армения. Но, скажем, Еврокомиссия рассматривает этот вопрос также на техническом уровне. Тем временем другой армянский депутат Андрани Качарян решил не отставать от своего коллегии и тоже выступил с похвалой в адрес Евросоюза и претензиями к Москве. Соратник Пашиняна считает, что именно Россия виновата в задержании бывших лидеров ныне самораспущенного режима в Карабахе. Говорит, российские миротворцы якобы должны были их оберегать. При этом парламентарий неоднозначно высказался и о беглом российском миллиардере Рубене Барданяне. Я неоднократно говорил об угрозе появления Рубена Барданяна в Карабахе. До сих пор думаю, что с его поездкой на эти земли было что-то неладное. Его действия вызывали вопросы. И в целом непонятно, как их смогли задержать. Странно, что некоторые чиновники смогли пересечь границу и вернуться в Армению, а некоторым этого сделать не удалось. Они же несли информацию о государственной тайне высочайшего уровня. Были ли договоренности с руководством российских миротворческих сил? Возможно, имело место нарушение договоренностей. В конце концов, у российских миротворцев была миссия защищать этих лиц. Еще в прошлом году Армения, вопреки позиции России, ратифицировала статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина. В Москве это решение охарактеризовали как токсичное и враждебное. А с февраля этого года Армения заморозила свое членство в военном блоке ОДКБ, где ключевую роль играет Россия. Из организации выйдем, сказал армянский премьер Пашинян, но не стал уточнять сроков. Армянская сторона также больше не воспринимает Россию в качестве посредника в деле разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. На днях на своей очередной пресс-конференции Никол Пашинян исключил любое участие Москвы в этом процессе, пожаловавшись на многочисленные обвинения со стороны Кремля. Власти Аргентины просят Международный уголовный суд выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Буэнос-Айрес считает ответственным за преступления против человечности. Об этом сообщило Аргентинское Министерство иностранных дел. Бедности подчеркнули, что на этот шаг власти страны пошли из-за ухудшения ситуации в Каракасе. Накануне Министерство иностранных дел Аргентины сделало заявление в связи с просьбой арестовать Мадуро и плачевной ситуации в стране. Отметим, что еще в сентябре 2018 года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МОС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов. За время протестов против правления Мадуро погибли более 120 человек. Тысячи участников манифестации пострадали. Свыше 5000 были арестованы. В связи с ухудшением ситуации в Венесуэле, начиная с 28 июля и совершением новых деяний, которые могут рассматриваться как преступления против человечности, Аргентина призывает прокурора МОС обратиться к Палате предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро. Ордер также должен быть выдан в отношении других высокопоставленных венесуэльских чиновников. Ранее президент Аргентины Хавьер Милий отказался признавать победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Аналогичное решение приняли власти Перу и Чили. По итогам выборов в 2024 году по данным ЦИК страны Николас Мадуро набрал 51,2% голосов. Хавьер Милий назвал победителем венесуэльского оппозиционера Эдмунда Гонсалеса. Различные министерства ввели специальный режим для упорядочения миграции венесуэльцев и облегчения их въезда в страну. Действиями, а не словами, мы подтверждаем нашу приверженность с тем, кто бежит от диктатуры и ищет свободу в Аргентине. Напомним, что в 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под жалобой Инна Мадуро. В том же году прокуратура МУС завершила предварительное изучение ситуации и приняла решение открыть полноценное расследование. Вслед за этим Венесуэла попросила прокурора приостановить расследование с учетом следственных действий, проводимых национальными властями. Однако в июне 2023 года расследование было возобновлено по требованию прокуратуры. Она сочла, что Венесуэла не прилагает достаточно усилий для проведения внутреннего расследования. Балифа Бахшеева, CBC. Это были все актуальные новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok